Вы себе не представляете, как приятно выходить на сцену под аплодисментом. Затисленный, большой номер. Здравствуйте, добрый вечер. Добрый вечер. Рады видеть вас и чувствовать в добром здравии. Пацаны нас снимают. Поэтому надо делать юбилейцы сегодня. Сегодня на самом деле юбилей. И ровно 763 выступления назад мы впервые вместе соединились. Ну, кто же считал, я не знаю, но юбилей, что-то это юбилей. Мы так решили, по всяком случае. Ребята об этом еще не знали, вот я так сейчас придумал. Короче, 21 с лишним год назад, это уже в картах перебор, соединились три мятежных сердца, три бунтарских разума. Из разных городов, наши великие и необъятные тогда, вот и на свет Божий явился Терцет, мы так себя скромно называем, не Трио какой-нибудь, не 2 плюс 1, Терцет, который сейчас поныне носит название Муха 1-2100. Почему, я думаю, будет рассказано дополнительно. Вообще, не знаю, поднимите руки, кто впервые вообще будет видеть это вторующее действие. Сколько нас? Мы? О, нас кемало. Это хорошо. Вам повезло. Ну, сначала трое, мы тоже. Мы не знаем, что происходит. Потому что мы не знаем, что произойдет. Следующий. Что угодно может быть. Но, тем не менее, на свет Божий появились песни, которые мы написали вместе. Песни соединились вот в какую-то программу, которую мы сегодня хотим вам представить. И заглавная песня, почему ты знаешь, что песни под мухой, не потому что певцы и авторы выходят на сцену, нет, потому что на первой нашей пластинке совместно первая песня была под названием «Муха». А все остальные под ней, поэтому песни под мухой. Ну, а вот через 20 лет вышел диск, который мы назвали «20 лет под мухой». Естественно, да. Когда я в печень, а? А скажите, пожалуйста, дети есть сегодня? Ну, присутствует практически все дети сегодня. Дело в том, что, когда мы выступаем в залах, где присутствуют дети, то, как правило, приходит записку сразу. Смотрите, пожалуйста. Промуху. Промуху. Вот она детская песня, считается. На самом деле мы ее, как детскую, теперь и воспринимаем. Ну, попробуем разобраться в очередной раз. Можно, знаете, так подхлапывать тихонечко, да? Как говорят наши братья по всей день. Я не вижу вашу руку! На продавленной коеке лежу, Мы снилю из себя мунубьем. А в окно с неизменным жужу Мой секрет не влетает обед. Сходу лампочку яркую бьет, Залезает с ногами в постель И шифровку мне передает. Он на том нашу жар в темноте. Муха моя муха, Она шепчет мне в ухо, Что не все так глухо, как в танке. Вот пройдет чернуха, И начнет спруха, И пойду в пивнуху в танке. Вот пройдет чернуха, И начнет спруха, И пойду в пивнуху в танке. Говорит, что один партизан На проезжую часть вынес гвоздь И буржуйской страны Президент Украины А чертыхая сменял колесо И кричал, что отменит момент На поставки семейных трусов Я по рации в центр стучу Мне из центра приходит ответ Если так, я еще пошучу То не выдадут мне на обед И дождаться от этой шпаны Никаких просветлений и судьбе Я герой родимой страны Сам подсмертно прошло все Муха моя муха Она шепчет мне муха Что не все так глухо, как в танке Вот пройдет чернуха И начнем скорche И пойдет пику внуху к танке Вот пройдет чернуха И начнем скорче И пойдет пику внуху к танке На продавленной пойке вдвоем Мы с агентом решаем дела И последние крошки жуем Что забыли смахнуться в столах А ей опять на задание лететь Мне опять мастерить монумент Дай нам, Господи, всем уцелеть Не спошли в мою лапочку свет Ну, запомнили? Сложный репет Поехали Кто помнит? И Муха моя, муха Она шепчет мне, муха Что несет так глухо, как танкер Вот пройдет чернуха И начнет спруха И пойду в пивнуху в танке Вот пройдет чернуха И начнет спруха И пойду в пивнуху я в танке Валерий Мещук 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 И большой с красной кнопкой гудили. После завтра пик у нас все наладится, А ведь не зря за три моря ходили. А тут нюх свое зеленое платьице, И поставь на 7-30 гудили. По машине с балкона мне легкой рукой, Принимай таким, как есть, я один такой. Это была такая, я скажу, такая несколько пожилая уже почти песня. А сейчас мы хотим спеть пару песен из нашего последнего, нового, совсем... Не последнего, а заключительного, как говорится. Горнолызники. И не только горнолызники. Альбомы, которые называются «В таком ключе». Вот две песни эти на стихе одного и того же поэта, Алексея Морозова. Нашего большого друга. Он тут тоже часто выступает. Встречительные его концерты. Вы знаете, все приближается. Наш замечательный праздник. Самый лучший, самый желанный, наверное, Новый год. Но мы, конечно, хотим спеть не о Новом годе, А о нашем русском празднике. Старом Новом годе. Песня так и называется. Не новый, но новый год. Я пью грузинское вино, Душистое, как мёд. Встречательное заведено Не новый, новый год. Уже январь тринадцать дней На матовом лесу не год. Выводит циркулем огней В порочный круг долгов. Презвред приветом Прикурю от меркнущих свечи. И в дом покаюсь январю, В чём Бог не уличит. О чём бессонница моя Букливо умолчит. О чём бессонница моя Молва на всех углах кричит. Когда очистится душа, Как воздух по весне, И я буду слушать, Чуть дыша, Как дышит сын во сне. И запрещённые стихи Не обратятся в галь, И непрощённые грехи Отпустит мне январь. Я пью грузинское вино, Пушистое, как мёд, Свеча теменой заведено Не новый Новый Год. Ещё одна песня из нового альбома. Вы знаете, ещё много песен о разных городах, в Москве, там куча песен, даже у нас есть, в Квалире, там несколько песен о Москве. Есть песня, вы знаете, там о Нью-Йорке, там Нью-Йорк поёт Фрэн Синатра. Есть даже целую музыку про Чикаго, про город. Есть даже... А кто-нибудь приезжал, скажем, из Москвы в Тольятти на поезде? Нет? Нет таких? Нет. Там, когда московский поезд прибывает в Тольятти, звучит песня Митяева «Послушай, приятель, ты не был в Тольятти». И так далее, да. Вы знаете, о том городе, о котором мы сейчас будем пить, я вам заверяю, никогда поезд, приходящий из Москвы, в этом город не будет встречать в нашей письме. Я не уверен в том, что об этом городе вообще есть письма. Если есть, вы нам пришлите, пожалуйста, записки. Может, это из этого города, как раз. Сегодня. Вполне возможно. Паревы молодые, резвые и худые, в мир трезвые, из гитарин-колеси, по окраинам всей России. Кому нравилось, «Ну, поехали, ну, поехали, ну, поехали». А как рухнул, железный занавес, мы дышать обучались заново, и глотали ветра на станциях, кто в Италиях, кто во Франциях. И объездили полгермании, с неразмерным рублем в кармане, и обучали их пить стаканами. Жаль, что водка у них поганая. А вот в Липецке, а вот в Липецке, будет выпить с кем, будет выпить с кем. Запаслись пивком, да, поехали, ну, поехали, ну, поехали. Ах, какими мы были наивными, брали в долг большевыми гривными, но долги возвращали первыми, трудовыми кровными еврами. И у каждой красотки стервочки, наши фотки висят на стеночке, и устроится мне глазки, девушка. Да я дедушка. А я не дедушка. Волню, как на острове Беринга, а Лилуты махают с берега. От Никольского до Америки, час с моторкой, вы не поверите. Но не вышли мы видно формами, не пуская в нас Калифорнию. Значит, мы и не будем рыпаться, два плацкарных возьмем. Танить в Липецке, будет выпить с кем, будет выпить с кем. Обустил мешок наш Сами Хамир. Что, приехали? Да, ну, приехали. Дай, 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 дай. Что, приехали? Ну, практически мы все с вами приехали. Ну, мы с вами встречаемся сегодня в преддверии, как Владимир сказал, уже одного из самых замечательных праздников. Это выборы 4 декабря, да? Неизвестно, когда. Еще на стол поэты имеют в виду. Неизвестно, когда мы в следующий раз встретимся. Поэтому с наступающим вас 2012 годом, дорогие. Ну, заодно и с 2013 тоже. Какое настроение? Все превышает? Знаете, обычно барная гитара не настраивает. Они вот как выходят на сцену, так звучит на всякий случай. Пусть как-то. Знаете, они перенастраивают как дети. Чтоб толпили у себя ровные. Они как дети есть. Я, побывавший там, где вы не бывали. Я, побывавший то, чего вы не видали. Я уже там, стоявший одной ногою, я говорю вам, жизнь все равно прекрасна. Да, говорю я, жизнь все равно прекрасна. Даже когда трудна и когда опасна. Даже когда не злостно, почти ужасна. Жизнь, говорю я, жизнь все равно прекрасна. Вот, глянусь назад, далека дорога. Вот, погляжу вперед, впереди немного. Что же там позади города и страны? Женщины были, жанны мои, Анны. Дружба была, и верность рождает зло. В доме земли скучали, а крышку дрова. Старин с горон над темною той рекою. Ласково так помахивал мне рукою. Ниточка жизни, шарик непрочно свитый. Цветки туман надежды, от соблазна. Штопанный, перештопанный, мятый, битый. Жизнь, говорю я, жизнь все равно прекрасна. Небо пограло красно перед восходом. Лес опустел морозом вокруг ясно. Здравствуй, мой друг воробушек. С Новым Годом, холодно, братец, А все равно прекрасна. Здравствуй, мой друг воробушек. С Новым Годом, холодно, братец, А все равно прекрасна. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Ну а сейчас начинается часть нашего совместного уже творческого творения. Знаете, когда мы поехали в первые совместные гастроли, совершенно неожиданно для нас, это было 21 год назад, мы попали в Крым. Тогда Крым была еще совместная территория. И был конец октября, где-то уже и не то, что там отдыхающих, по-моему, даже аборигенов в Крыму уже не осталось, и было холодно. Нам представили удивительную женщину Галину Ивановну. Галину Ивановну. Галину Ивановну, да. Галину Ивановну, она ходила по пляжу, там лежали одинокие пенсионеры, как тюлени, которые просто не могли подняться уже. С мегафоном. Она ходила с мегафоном, и, знаете, так подходила к спящему пенсионеру, и в ухо ему наставляя мегафон, говорила, сегодня. Человек, знаешь, говорит, концерт. Мешчуки Сергеев. Потом она заходила в столовую корпуса какого-нибудь, садилась у выхода, ноги на стул, и никто не мог перелезть через ноги Елены Ивановны, потому что она орала в рядах, что сегодня концерт Мешчуков Сергеев. Никто не знал ни Мешчуков, ни Сергеева, но все по 10 рублей и шли. Однажды она пришла к нам и сказала, ребята, большая удача творческая, концерт на птицефабрике. Громилена Ивановна, а то, что она слушает будет, кури, гуси, там, два плядах скотника, и директор птицефабрики, живущий из курицы, она говорит, яйца методурки. После концерта, действительно, для двух скотников директора трех кури, значит, мы такие понуры, выращались. Она, тяжело круженная коробками с яйцами, была счастлива, дай мига. Ну, короче, да, мы так развлекались, вот таким образом, ну, и вот как-то сидя в кафе, пьем кофеет, значит, дождик идет, ну, как-то нам надо себя взбодрить, понимаете? И слушаем по радио, да. По радио, такой набор, там, любые атаман, Есаул, Газманов, в общем, такая стилистика гражданской войны, мы такие седим, думаем. А время-то вы помните какое было? Вот все ждали, начнется гражданская война или не начнется, на самом деле. Ну, скоро, скоро. Ну, да, вот как-то вот так, тревожно говоря. И мы, сидя, значит, в этом кафе, решаем, что давайте вот мы какие-то песни такие напишем, может быть, на эту тему, еще на какие-то, и причем, страна запасла. Как я уже говорил, не похожа на то, что мы до того делали. Вот, и поэтому давайте, значит, не под своими фамилиями. А любовь выпустим, не под своим фамилиям. Все скажут, страны скажут, кто это, кто это, она скажет, а вот это мы. Под фамилиями девичьих фамилий наших матерей. И получилось бы вообще вот очень смешно. Вот так. Вадим и Валерий Кочаровские и Леонид Овсянко. Ну, что-то Леонид не захотел. И мы в конце концов таки написали песни и выпустили альбом, но уже под своими именами. И там был такой цикл, красно-белый цикл, вот как раз размышления на эту тему. Ну, 21 год назад, прежде всего, сами уйдите памятью туда, вспомните себя и послушайте две песни из этого красно-белого цикла. Первая песня называется «Крымский вальс». Да, вы знаете, когда несколько лет назад, ну, лет 10 уже, уже 10 лет назад, когда я видел передачу «Служу России» и как раз была посвящена разделу Черноморского флота. И вот на фоне этого раздела Черноморского флота звучит наша песня почему-то. Хотя мы думали, что-то на другом. Но, оказывается, иметь и такой смысл, наверное. Ну, наверное, для редактора, но для... Крымский вальс. Не замерзает вода В лучшем из черных морей Кто-то вернется сюда Розом больших якорей Кто-то вернется судьбой Раненый в жарком бою Кто-то вернется живой Вместе с другими в строю Волны красивейших рек В югу приходят теплей В югу приходят теплей Белая концы снег Кружит над царским селом В тислом дым несколько строк Прошлые русские сны Падает красный листок Белую пену волны Чью-то седую тоску Самый ветер унес Тихо шуршит по песку Нежная ненависть слез Не замерзает вода Лучше ущерных морей Кто-то вернется сюда Грузом больших якорей Чью-то седую тоску Самый ветер унес Тихо шуршит по песку Нежная ненависть слез Тихо шуршит по песку Нежная ненависть слез АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Вот были такая молодая наглость По Акуджаму была песня «Батальное полотно». Мы сидим в кофейне в октябре, а у нас будет песня «После батальное полотно». По радио там поручики, саул, у нас будет подхорунжий, даже не хорунжий. И вот следующую песню мы написали и сами еще не понимали ее величия. Это я, естественно, шучу. Величие мы осознали, когда в Симферополе нас пригласили на телевидение во время этой гастроли выступить. И мы в маленьком притвальничке телевизионном, ожидая вызова в студию, столкнулись лоб в лоб со 25 человеками, которые назывались «Краснодарский кубачий казачий казачий». Ну, там сидим в уголке, так репетируем теперь эту песню. Они услышали, когда в 4 баяна и в 125 своих казачьих кубачьих голосов, они спели нам эту песню. Вот мы послушали со стороны и содрогнулись уже. Ну, сейчас мы втроем попробуем. Сейчас мы содрогнили. Каждый за 43 человека. Расколола полния На твоей дорогу Разрубила тайнюю Черная гроза Скачет небезучие На свидание с Богом Засыпает дождичком Тусклые глаза Засыпает дождичком Тусклые глаза Танчики Танчики Башарьи Мчатся Вачьим Гонам Неживо Качается Стременно Конвой Луч Закатный Светится Золотым Батоном Луч Рассветный Газится Красною Звездной Луч Закатный Светится Светится Золотым Золотым Батоном Луч Рассветный Газится Красною Звездой Похоруд Жище Реца Рубленой Рукмылкой Шашка Шашкою Луденовской Перечеркнут ли Рядом Комиссар Роман Цокает Каблюка Про порока Шаночку Капель Капель Штык Рядом Комиссар Цокает Кабелька Рядом Про порока Шаночку Капель Штык Шут Сыр Кабелька Шут Цокает Шут Шут Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать на наш канал! 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 очень хочется услышать свадьбу и это ушло в далекое прошлое сейчас пока мы рассказываем историю создания это даже не песню то что сейчас услышите это такого большого некоторого действия это песни потому что в девяностые годы когда еще как говорится перестройка только-только набирала обороты ночью будет помянуто и у дикторов центрального телевидения была такая присказка слова не враги поймали вылетел вот оговорился человек по эфире перенос отпуска на зимнее время расстрел условно и все и поэтому шаг вправо шаг влево побег и поэтому люди копали как говорится в духовно-моральном смысле вверх и вниз и вот там уже улетая в небеса они были душевно свободны и духовно свободны и душевно больные мы тоже как-то чаша сия нас не минула и мы придумали такую песнь о козлове если есть козловы сегодня то все совпадения совершенно случайно мне кажется что эта песня была тоже причина когда мы пили кофе много кофе был крепко я заслужился я вам должен сказать что все это он говорит экстрон то мне подфонировали когда он выйдет когда он выйдет на сцену и вы попросите не петь а рассказать что-нибудь потому что ему лучше лучше не пить для сегодня да у него так сказать штопаны перештопаны штопаны перештопаны мяты биты это про меня я жал что нет на гитаре тяжело играть ничего ничего ну хорошо значит песнь о козлове дайте много кофе он всегда сыграет да я вас попрошу немного собраться поскольку произведение сложное и необычное да вот вот так вот внутренне если есть психиатры то лучше приступить к выполнению своих прямых обязанностей в московское время 6 часов утра доброе утро товарищи передаем последний из Вчера в 19.08 у Козлова поехала крыша. Вчера в 19.08 у Козлова поехала крыша, а сегодня в 12.08 крыша встала на место сама. На сегодня в 12.08 у Козлова поехала крыша, а теперь в 12.08 у Козлова поехала крыша, а сегодня в 12.08 у Козлова поехала крыша. Всё побрить и опять зарасти. Он успел побывать на Таити, Где живут шоколадные инфы, И козлов пару крольку в колени Уделил этим злицам любви. Он подирал после вангобу, Так же делал фигуры вангейку, Сам от бастер кормил его манго, Откликаясь на свечное. Знаете, каким он парни был, А потом поманил его гостин, Недоступный, холодный, желанный, И до слов разбежавших по горку, Скартопал, как в свою страну, Занесей, гуманоиды тихо рыдали, Когда орденокий и синий Паражировал возле залилок, Заходя и врачу делал в хоз, Словно вновь по Питерской, Питерской, Пронёсся над земной. Вновь по Питерской, — Питерской, ПЕСНЯ 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 Мы попытались соединить, но, на первый взгляд, не соединили. Да, ну, мы из чего исходили? Значит, партийно-правительственные песни, ну, сейчас просто партийные песни, да? Песни попсовые, песни самодеятельные, авторские. Мы исходили из чего? Слова, в принципе, те же самые, только внутренние разные, да? Не говоришь о буквах и знаках. А знаки припинания вообще те же. И у нас была такая цель. Когда собирается такая хорошая, большая, нормальная компания, и мы начинаем петь эти песни, каждый вспоминает что-то, нравящееся ему, и поет. И знаете, вот такой ровный, неумушный хор голосов должен звучать во время исполнения этого проекта. Особенно при исполнении первого произведения, потому что оно очень патриотическое. Да. И при исполнении его мы обычно стоим, ну, сейчас полно стоим. Старого мэра еще не посадили, пока висим. Да, ну, вот давайте встать пока, хотя бы морально встать. А гости стареца, везда, встать. Сначала зарегистрироваться. Утро красит нежным цветом, стены тревнего Кремля. Просыпается с рассветом вся советская земля. Песня. 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 Я люблю, я люблю, я люблю, я люблю, молод, но это пройдет, проходит жизнь, проходит жизнь, что само по себе и не ново. Я люблю тебя, жизнь, повторяю я снова и снова, а вот уж окна зажглись, я шагаю с работы устало, я люблю тебя, жизнь. И хочу, чтобы папа подарил, папа подарил, папа, подари мне рассвет усиленной палатки, подари самолет высоко в облака, стюардесса по имени и жанна, обожаем арты и желанна. Ангел мой, не земной, ты повсюду со мной, стюардесса по имени и жанна. Ангел мой, не земной, ты повсюду со мной, стюардесса по имени и жанна. Ну, пожалуйста, пожалуйста, самолет, меня возьми на усталость, мне пожалуешься на плече моему сниру, дай, садя по лесенке на другом краю земли. Где? Где? Тут цитата из одной из свадьб Ленина Сергеева. В гнезде! Где над границей тучи ходят хмуро, Край суровый, тишиной облет, У высоких великов амура, Часовые родины стоят, они, ребята, Точеные тела поставлены когда-то, А снега не пришла. Шаванды полные, кефари, в этот сирот, Ванесу, Костяк и Вавилов, И все бедюжники вставали, Когда пивную он каличит побольше будет. Синее это море за бульваром, Как штат над городом цветет, Наш Константин берет гитару, И тихим голосом поет, Как здорово, что все мы здесь. Сегодня собрались на песочке, Не на сладком сгаре, А сладкая песня дядя. Словальц был краской сваречкой, И зажмуривалась робкая луна, И тихонько освещала нам полонат. Зеленое небо, красные облака, А больше краски не было у чудака. Зеленое небо, красные облака, А больше краски не было у чудака. Зеленое небо, красные облака, А больше краски не было у чудака. Зеленое небо, красные облака, А больше краски не было у чудака.